Дальше шейх заканчивается, шейх Абн-Куддама Рахматуллах говорит в отношении кадра И мы не должны делать предупредение Аллаха доводом для нас в оставлении приказов и когда мы делаем грехи, нам и должны верить То, что Аллах не спасал нам то есть, что нам есть довод в том, что Аллах не спасал нам в книге И в послании пророков Чтобы не было у людей людям довод после того, как Аллах нас послал посланников То есть, что значит это слово? Некоторые люди оправдываются предопределением Всевышнего Аллаха То есть, кто-то, например, ты обращаешься к своим родителям почему-то не может, а вот Аллах так захотел поэтому не может, если бы Аллах захотел молиться чтобы я молился, я бы молился и так далее Это, в алиэвзля, ложная вещь Почему? Потому что мы спросим у этого раба Барак, Лауфикум То есть, спросим у мусульманина который делает грехи Зададим ему эти вопросы и он сам, то есть, докажет свою ложь То есть, первая вещь мы всегда говорим Альхамдуля, Аллах спа, Наталья создал всех рабов на фитре на природном начале И поэтому любой мухалев любой тот, кто отходит от моего пути он внутри знает, что он неправ Помните, мы как говорили что вор знает, что воровать плохо и прелюбодей знает, что прелюбодействовать плохо и обманщик знает, что обманывать плохо Почему? Потому что, если ты у вора своруешь ему же это не понравится Получается, он соглашается с тем, что воровать плохо Если ты, алиэвзля, или некий человек сделает прелюбодеяние с его женой допустим, с его мамой или с его сестрой ему это не понравится Значит, он согласен, что прелюбодеяние это плохо Если его кто-нибудь обманывает обманщика, кто-нибудь обманывает ему это не нравится То есть это вещь номер один, Барак Лауфикум. Точно так же Барак Лауфикум, человек, который говорит и оправдывается предопределением, он внутри знает, что он не прав. Говорит, если бы Аллах захотел бы, то есть Аллах вот захотел, чтобы я не молился, поэтому я не молюсь. Когда человек этот тебе говорит, ты возьми его и пни хорошенько под зад. Если он тебе начнет, что ты делаешь, скажи, Аллах, не знаю, схвати свою ногу. Так получилось, не знаю, вот наверное Аллах захотел, поэтому у меня выбора нет. И еще раз ему потом с другой стороны, и дай ему, побей его, забери у него деньги и так далее. Аллах, скажи, брат, извини, не хочу, так получается, Аллах так хочет и так далее. Он скажет, да, да, джазак, Аллахар, я согласен, я ничего не могу поделать, скажет, или что? Они же в драку с тобой полезли. То есть видите, он на третье сам соглашается, Аллах, любой человек сам соглашается в том, что он неправ. Это вещь номер один, то есть то, что он жжет. Вторая вещь, Барак Лауфикум. Человек, который оправдывается предопределением, когда он не делает какие-то ваджбы или оставляет какие-то грехи, оправдывается, Аллах так захотел. Он лжет, почему? Потому что он не знает то, чего хочет Аллах. Человек, который говорит, Аллах так захотел, он как будто бы говорит о том, что он знает, что хочет Аллах. Куда ты знаешь о том, что хочет Аллах? То есть он говорит вот так, сейчас, например, он говорит, давай Магриб читать. Он говорит, не буду. Ты спросим, Асар почему не читал? Аллах так захотел. Если бы Аллах захотел, чтобы я Асар читал, то Аллах бы сделал бы так, чтобы я Асар читал. Ладно, Халас, согласимся с тобой нас. Магриб, давай сейчас Магриб будет. Через час. Магриб будешь читать? Так, стой. Почему ты Магриб не будешь читать? Он уже не будет. Аллах так захочет. Не будет же уже оправдываться, так или не так? Почему? Потому что он не знает, что Аллах захочет. Так или не так? Поэтому человек, который не делает какие-то ваджибы или же оставляет какие-то грехи. Мы этого человеку спросим. Баракулу Фиклу. То есть мусульмане обращаются в он. Мы в этом часто приводили. Говорили ты знаешь, что есть рай и что есть ад? Мусульмане скажут, что да, знаю. Так или не так? Второй вопрос ему зададим. Ты знаешь, как попасть в рай и как попасть в ад? То есть если будешь делать ваджиб, зайдешь в рай. Если будешь делать грехи, не будешь делать ваджиб, зайдешь в ад? Говорит, да, знаю. Третье. Ты знаешь, куда ты попадешь? в рай или в ад? Он что говорит? Нет, не знаю. Так или не знает? Четвертое, ты куда хочешь попасть? В рай или в ад? Он говорит, конечно, в рай. Пятое, вот и делай, то есть то, к чему ты хочешь. Так или так? То есть ты не знаешь в рай, знаешь, что есть рай, знаешь, как попасть. Если ты знаешь, как попасть в рай и в ад, и не знаешь, куда ты попадешь в рай или в ад, и хочешь попасть в рай, давай, девушка, попасть в рай. И это есть, То есть, если мы это поймем, это вот правило, что мы сейчас сказали, мы поймем опять же контекст. Мы же говорим, правило понимает, понимает контекст. Когда Пророк Саусам сказал сподвижникам, каждому из вас здесь предопредено место в раю или в аду, один из подвижников что сказал? Тогда давай оставим дела. Так или не так? То есть, если уже Аллах знает, где я в раю или в аду, то есть, какой тогда толк делать или не делать дела? И Пророк Саусам, исходя из этого, что, да, Аллах знает, но ты же не знаешь. Так или не так? Аллах знает, где ты в раю и в аду. Но ты же не знаешь. Но ты знаешь, как в рай попасть. Потому что я, то есть правокусал сам, как будто бы ему говорит, я тебе объяснил. Поэтому он все это сказал в одном предложении. Он сказал, что? Когда они сказали, сахабы, тогда остаемся, он говорит, ля. Я молю сказал, делайте. И каждому будет обличено то, к чему он идет. То есть так. Я сейчас не знаю, и никто из нас не знает, где он в раю или в аду. Но все мы сейчас знаем о том, что Аллах знает о нашем месте. Так или не так? Так или не так? Знает. И то есть, немножко отойдем от этого. Мы теперь понимаем хадис, в котором пророк, салалулаху алейсалям, сказал о том, что человек, когда в раю будет праведный, ему покажет место в огне. И скажет, если бы ты неправильный был, то ты был бы, вот это твое место было бы. И точно так же человек, который... И человек, а еще больше это его обрадует, то есть блаженствую. Те блаженства, которых он будет. И точно так же человек, который будет мучиться в огне, ему покажет его место. Если бы ты был правильный, вот это твое место было. Почему этот контекст нам легко понять? Потому что мы знаем, Аллах знает то чего нет, и если бы оно было, как бы оно было. Так или не так. Аллах знает, что человек будет неправильным и попадет в ад. И знает, если бы он правильный, где бы его место в раю было. Так или не так. Видите, как легко понимать контексты Корана и Сунны. Субханалла. После того, как понимаешь эти правила. И поэтому мы этому человеку говорим, то есть, Проксал сам, когда сказал сахабам, делайте, и каждому будет облегчено то, к чему он идет. То есть, вы из-подвижники, Проксал сам сказал, знаете, Аллах знает каждого из вас места. Но вы не знаете. И я вам рассказал, как попасть в рай. Поэтому делайте. Из-подвижники, смотри, поняв вопрос кадра, как иначе все мы теперь поняли, сказали, мы после этого еще больше дел начали делать. Понимаете как? Почему? Потому что из-подвижников сел и задумался. Да, мне уже предопределено место. Аллах знает, где я в рай или в аду. Так или не так? И Проксал сам, научил меня, как попасть в рай. Ну, давай, я буду стараться, короче. А результат зала. И делает, делает, намаз, клемм. То есть, первый талхид, вторую молитву, то есть, пять столпов ислама. Потом джихад, амр бельмаруф, найм мукар. Приказы одобряемые, запрещают, порицаемые. Все, все, все делодел. И Субханал в конце себя находит, где? В раю. А он же до этого же не знал. И вот тут он узнает о знании Всевышнего Аллаха. Так или не так? А тот человек, который говорит, я не знаю, я в раю или в аду. Ну, я ничего не буду делать. Все равно, куда попаду, туда попаду. А, куда попадешь, туда попадешь. Вот ты жди. Вот Аллах знал, что ты так скажешь. И поэтому тебе приписал вместо в аду. А если бы ты так делал, то ты был бы так. Потому что Аллах знает, что есть, знает, что будет, знает, что было, знает, чего нет. И если бы оно было, как бы оно было. Видите, когда ты эти вещи понимаешь, Субханалу, очень просто и легко за зваление Всевышнего Аллаха. А не как, как тот брат рассказал же, когда мне рассказывают про кадр, у меня иман падает. А у нас, аль-хамдул-лях, иншал наоборот. Когда сейчас про кадр говорю, иншал наоборот же иман поднимается за зваление Всевышнего Аллаха. И знаем то, что Всевышний Аллах приказал и запретил, то есть приказывает, запрещает только тому, кто может действие. Или же делать действие или оставлять. А мы сказали, что человек может делать действие или оставлять только, исходя из двух вещей. А это желание и мощь. И знаем, что Аллах не принудил кого-то делать дрех. И не принудил никого оставлять ваджиб. И поэтому Всевышний Аллах, смотри, что значит принудил оставлять ваджиб. Поэтому человек, допустим, не может стоять. Мы знаем, что Аллах обезнал нас к яму, правильно, в молитве или нет. Человек заболел, не может стоять. И он сидя молится. Всевышний Аллах его будет спрашивать за это или нет? Нет. Так он же оставил же ваджиб. Мы говорим, ладно, он хоть и оставил ваджиб, но он настал не по своему желанию. Поэтому Всевышний Аллах от него в сидячем положении будет молитву принимать. И в тот день будет рассчитана душа каждую душу за то, что она сделала. То есть слово «касабат» это что у нас? Дела. Ва ахли сунаджима. Фадалля аля анна лилабди фаалин ва казбан. То есть это указывает на то, что Аллах С.В. есть дела. Ва казбан. То есть это казбан улема. Как бы крикотиковали это слово. Ва юджза аля хусниги хасаниги битсавап. И человек будет вознагражден за хорошие дела. Вознаграждение. Ва ля сайя тебе лякап. А за грехи наказанием. И все грехи и все подчинения. Все оно случается только по предопределению Всевышнего Аллаха С.В. Ва ля са ма ана из ба тул кадри анна на накуле анна на мачбуруна аля амалина. Ших Салих ибнаду. Здесь говорит. Хафизаху Аллах. И когда мы говорим о предопределении, подтверждаем предопределение, мы не говорим о том, что мы принуждены делать наши дела. И мы не можем говорить, что мы принуждены делать наши дела. То, что предопределение Аллах является доводом нам для оставления каких-то дел. То есть оставляешь какие-то ваджбы и оправдаешь предопределение Аллаха. Нет. Мы об этом не говорим. Фаиза Тарака аль абду фардан. Есть и некий раб. Оставляет обязанность. Минфарайди из тех вещей, которые обязал его Аллах. Кааля куддир алей. Он говорит. Мне это предупредно. А у Тарака ваджибан минал ваджибат. Или оставляет какой-то ваджиб. Кааля куды я алей. Говорит. Мне это предупредно. И говорит, делать какой-то грех Мне это предопредано Потому что мы говорим, что да Это тебе предопредано Но ты откуда знаешь, что это тебе предопредано Вот так или не так Так мы слова, ладно, здесь молитва асера Отмазался, сказал, предопредано Пойдем молиться, что тебе сейчас мешает сделать Пойти с нами Маграб читать Он когда говорит, что ему EVS не мешает Он тогда Маграб сделает, потом скажет Мне предопредано То есть нельзя оправдываться предопределением в грехах. Однако можно оправдываться предопределением в горях и печалях. То есть если, например, случилось какое-то горе, какая-то печаль, например, у кого-то умер вросник, то есть что мы можем сделать? Или какой-то человек, Баракулуфикум, тоже, например, стремиться, например, какое-то хорошее дело праведное сделать, и у него не получилось. Не из-за того, не из-за его желаний и мощи. Абба предопределил, все, тут уже можно оправдываться предопределением, потому что это не в своих руках. Не вышло из желания, не исходилось желания и мощи. Баракулуфикум. Файзаллахатиль мусиватуналябд. Если случится несчастье с рабом, фаиннауякулюхаза кадауллахи вакадар. Это предопределение Аллаха. Фаляталюмня аляшай кадауллахи вакадар. Говорит другому человеку, поэтому не порисай меня за ту вещь, которую мне предопредил Аллах. А если же раб сам упустил что-то, то есть упущение с его стороны, фиамрин ваджиб, то есть какое-то обязательное вещь. Нельзя оправдываться предопределением в грехе. И поистине Ахли Суна говорят, Поэтому они говорят, мы оправдываемся предопределением в несчастьях, а не в грехах. Это случилось, то есть берется из истории, для хадис, в котором Факса Астан рассказал о том, что Муса Али Салям с Адамом Али Салям спорили. То есть имеется в виду хадис, в котором говорится о том, что Муса Али Салям сказал Адаму Али Салям, из-за тебя мы вышли из рая. То есть люди. А Адам Али Салям говорит, как ты меня порицаешь за то, что мне предопредил Аллах. И вот хадария зацепили, смотри, Муса же согрешил и оправдывается. Нет, подожди. Муса Али Салям оправдывается после чего? После того, как он тауба сделал. И поэтому человек говорят, когда делает грех и потом кается, вот это уже из мааи превращается в что? Масаи. То есть твой грех после таубы превращается в что? В несчастье. Поняли, не поняли? А до того, как ты покаялся, это у тебя нельзя им оправдываться. А если же ты покаялся, то оно у тебя превращается в несчастье. Здесь ибн Кудама тоже привел слово Это тоже место, где улама, то есть его раскритиковали. Потому что слово «касп», то, что используется в шарите, и так же пришло в Куране. То есть ей то, что она приобрела, и против нее то, что она приобрела. Однако, если мы говорим про акиду, и за 100 милят аль-Альфаз, если будут использовать слова которые используют бедачки, то есть когда ты используешь слова, ты должен объяснить, что ты имеешь в виду. А ибн Кудама привел, и не объяснил, что он имеет в виду. Поэтому не надо использовать слова те, которые используют аль-Альфаз, если у них есть правильное или неправильное понимание, кроме как если ты не объяснишь, что ты имеешь в виду. И поэтому слова Аллаху спонтали. Ей то, что, то есть в душе то, что она приобрела, и против нее то, что она приобрела, то есть то, что она сделала. По словам Касб в Куране подразумевается в виду Амаль, дело, амаль шейрову, маншабову, что касается шаритов и тех, кто пошел по их пути. То есть используют слово Касб в смысле То, что Раб является как бы местом для действия Всевышнего Аллаха. То есть Раб приобрел действие, потому что он является местом этого действия. Как мы смотрели, как вроде ножа. То есть не делай, что Раб на самом деле сам действует в своем действии. Однако Раб на самом деле является тем, кто творит свое дело. Тот, кто делает свое дело. И Аллаху спонтали является создателем ее действия. И поэтому приписывается к Аллаху спонтали созданием и предопределением, то есть действия Раба. И приписывается действию Рабу. Айдан так же феален минху вахтиярун ваамален. То есть то, что это его действие, и он сам выбрал это действие, сделал это действие. То есть Раб действительно делает свое действие. Аллаху спонтали является создателем Раба и создателем его действия.